Всем привет, ребята, меня зовут Богатейший Ди. Крах рынков, падение биткоина, вспышка коронавируса в Италии, начало медвежьего рынка или возможность купить. Какая реальная причина скрывается за падением? Почему экономика Италии находится у края рецессии, которая утащит еврозону вниз? Что такое поведенческая экономика и что говорит нам теория Доу? Всё это в этом видео. Ребята, я очень старался, поэтому попрошу поставить вас лайк. Давайте наберём 3000 лайков, пусть это видео заметит Ютуб. Спасибо большое. А прежде чем мы начнём, напоминаю вам, что осталось 4 дня, на протяжении которых вы можете поучаствовать в моей складчине. Я собираюсь купить доступ к информации симметрии, а также доступ к обучению рационального трейдера, который однажды в шутку наторговал 150 тысяч долларов за 2 года, начиная с полутысячи баксов в кармане. У него учился даже сам Да Винчи. Мне очень хотелось бы увидеть, какие материалы он предоставляет. Вы можете поучаствовать со мной в покупке доступа к этим двум ресурсам и получите бессрочный доступ и к ним, и к тем ресурсам, которые я уже купил. Ссылка с инструкцией, как в этом участвовать, в описании под видео. А мы начинаем. Фондовые рынки обваливаются по всему миру. В Соединённых Штатах наблюдалось третье по размеру падение за всю историю фондового рынка. За последние 5 дней промышленный индекс Доу Джонса потерял более 2000 пунктов. Италию пытаются изолировать от Европы, а римские власти вводят чрезвычайное положение на территории страны. Венецианский карнавал, который исторически является самым масштабным и зрелищным событием Венеции, отменён. Дизайнер Джорджо Армани отменил показ в Италии. Туризм в стране, который до недавних пор сильно помогал страдающей экономике, переживает состояние коллапса. Власти России и Украины не рекомендуют посещать как минимум Северную Италию, из карантинных зон которой уже никого не выпускают обратно. Экономическим двигателем Италии являются её северные регионы, которые сейчас фактически закрыты. Эти регионы в целом составляют третью часть экономики, 40% экспорта и около 40-50% всего итальянского ВВП. Итальянская экономика рушится, а акции итальянских компаний стремительно теряют стоимость. Правительство делает всё, чтобы сдержать самую большую вспышку коронавируса в Европе. Под ограничениями находятся около сотни тысяч человек, а все публичные собрания в двух регионах Северной Италии запрещены. Ломбардия и Венетта закрывают школы, университеты, музеи и кинотеатры как минимум на неделю. Полиция полностью закрыла для въезда и выезда уже 11 городов на 15 дней, а жители всеми способами запасаются провизией. Такие публичные места, как театры, кинотеатры, кафетерии, пабы работают строго в ограниченное количество времени. Полки магазинов стремительно пустеют. Официальные власти подтверждают уже 12 жертв от смертельного вируса, а нулевого пациента в Италии до сих пор не нашли. В Северной Италии число заразившихся все больше, даже несмотря на карантинные меры, предпринятые правительством. В закрытые города допускаются только полицейские фуры, везущие провианты и медикаменты. Остальных разворачивают обратно в попытках удержать заражение. Ирония в том, что Италия являлась одной из трех стран в Европе, полностью запретившей въезд китайцев на территорию страны, однако все равно стала самой зараженной в Европе. Есть мнение, что в других евространах зафиксировано меньше случаев заражения лишь потому, что никто из них не проводит таких же тщательных проверок, как Италия. Но это не означает, что вирус уже рядом с вами, хотя он уже и гуляет по миру на протяжении многих недель. Я просто не могу поверить, что Италия обогнала по количеству заразившихся такие страны, как США, Канада и Австралия, в которых живут миллионы китайцев. Как много случаев заражения перепутали с обычным гриппом или пневмонией, в этом и опасность этого вируса, и в том, что люди могут распространять его еще до того, как возникнут симптомы заражения. Правительства могут затормозить распространение, но не остановить его. Для остановления потребуется запретить людям встречаться, путешествовать и выходить из дома. Вирус можно остановить только вакциной, или если люди станут к нему невосприимчивы. Это пандемия мирового масштаба, почему же они так долго не могут этого признать? И скорее всего, это лишь начало. Вирус уже распространился на 35 стран. Всемирная организация здравоохранения выступила с заявлением, что мир должен готовиться к возможной пандемии. Самые зараженные страны делают все, чтобы удержать распространение, но официальное количество случаев заражения все равно уже превысило 81 тысячу человек. В Южной Корее заражение начинает параболически расти и уже составляет почти 1300 человек, хотя еще 24 часа назад их было 977. Правительство многих стран предупреждает своих граждан от посещения Южной Кореи. Вирус также набирает обороты в Иране и Италии. Японский фондовый рынок вслед за другими также обрушился во вторник. Он потерял почти 2000 пунктов. Участники рынка боятся, что остановить глобальное распространение заразы не получится, ведь Министерство здравоохранения сами признают, что с ростом количества зараженных стран шансы на это стремительно тают. Основной очаг до сих пор находится в Китае, но резкое и стремительное распространение болезней в Италии и ранее Южной Корее заставляет многих сомневаться. Италия теперь становится третьей страной после Китая и Южной Кореи по количеству зараженных. Миланский собор, который 500 лет принимал туристов, теперь закрыт. Школы и университеты тоже. И лишь в супермаркетах можно найти людей, которые панически сметают товары с полок. Итальянская экономика нашла своего черного лебедя. Реальные риски для экономики страны на самом деле сложно подсчитать. Одна ломбардия, которая является богатейшим регионом Италии, дает 22% ВВП всей страны. И долго простоять в изоляции без последствий для экономики державы она не сможет. И это если не учитывать производство, туризм, предметы роскоши. Во всех этих сферах китайская поддержка оказалась фундаментальной. Урон экономики Италии в 2020-м может оказаться значительным и составить минус 1% роста ВВП. Такого не наблюдалось с 2013 года и технически будет означать рецессию. Техническая рецессия это когда четвертый квартал закрывается на минус 0,3%. А прогноз на 2020 год для Италии составляет от минус 0,5% до минус 1%. Если ситуация быстро не изменится, то минус 1% роста ВВП в этом году станет фактом. Так что экономика уже платит по счетам неопределенности и страха за здоровье и жизнь. Возможно, чтобы прояснить то, что может произойти с Италией и ее экономикой из-за иррациональной паники, вам нужно прочесть книгу Ричарда Таллера «Новая поведенческая экономика». Очень рекомендую. К сожалению, уместить ее в одно видео у меня точно не получится. Ричард Таллер это отличный мастер поведенческой экономики и так называемых бихевиористов. Вам стоит его почитать. Также помните о черном лебеде, непредсказуемом явлении, который влияет на все. От производства до фондовых рынков и даже криптовалютных рынков. Чтобы понять, что происходит с экономикой зараженных северных регионов Италии, мы должны изучить поведение людей. Позавчера утром Милан проснулся уже не Миланом. Пустые улицы, скорее всего, из-за закрытия школ и университетов. И, конечно же, из-за того, что люди избегают массовых скоплений. Но это не касается супермаркетов. В период с субботы по понедельник толпы народа заполонили торговые центры и в бесконечной суматохе их опустошили. Особенно налегали на консервы, будто бы готовясь к длительному нахождению дома, не выходя на улицу. Даже Рим не обошелся без пустых магазинных полок. И это лишь один пример коллективного поведения. Второй пример – количество поисковых запросов в интернете, где итальянцы активно охотятся за медикаментами, лицевыми масками и перчатками. Популярность слова «респиратор» в Италии подскочила с 9% до 100%. А по регионам мы видим, что наиболее популярным этот запрос является в зараженных, потенциально зараженных и соседних с ними регионах. Совокупность событий, лавина комментариев, решения властей вылились в цепную медиаполитическую реакцию, которая теперь серьезно сбивает с толку население. На этом фоне развиваются психологические эффекты, улицы городов пустеют. И даже Милан всего лишь за один день превратился в призрачный город. Все вокруг закрывается либо на грани закрытия. Не только офисы, школы или университеты, но даже железнодорожные станции. Вы не найдете никого на Кодорне или на Навилье. А ночная жизнь студентов сама по себе ликвидировалась. Никаких кинотеатров и массовых скоплений народа, никаких баров после работы, зато везде опустошение. Оперный театр Ласкала закрыт на всю неделю. При этом закрытия фестивалей и событий идут один за другим. И даже Миланская прокуратура тоже закрыла двери. Причем граждан не принимают даже, как говорится, сквозь стекло. Люди жалуются на невозможность ходить на работу, ведь детей с закрытием школ и детских садиков некуда деть. Никаких карнавалов и маскарадов, которые часто любят проводить в Милане. Царит атмосфера страха и сюрреализма. Все это дополняет и несогласованность мировых вирусологов в вопросе коронавируса. Четвертый квартал 2019 года для итальянской экономики и так закрывался с негативными сигналами для всех. И очевидно, что первый квартал 2020 ждет такая же судьба. Таким образом, с закрытием первого квартала 2020 года в минус, мы можем быть уверены, что Италия находится в технической рецессии. Ведь будет зафиксировано два квартала подряд с негативным ростом. Влияние вируса на самые богатые северные регионы Италии, без сомнений, будет очень важным для экономики всей страны. Скорее всего, первый квартал 2020 года станет еще хуже четвертого в 2019. Об этом говорит факт того, что самые важные регионы, дающие не менее третий ВВП страны, закрыты на карантин. Мы точно не знаем размер этого влияния, но прогнозируется падение на величину от 0,5 до 1%. На деле, сегодня большая часть производства и коммерческой активности страны из-за вспышки вируса остановлена. Последствия этого будут значительными, но никто не берется сказать точно, какими именно. К примеру, последствия для туризма будут понятны лишь спустя несколько недель, как говорят аналитики. А мы будем надеяться, что до тех пор ситуация не только нормализуется, но и станет улучшаться. Итальянский фондовый рынок, как и европейские фондовые рынки, резко обрушился, потеряв более 2000 пунктов. Это явно стало сюрпризом для всех, учитывая, с какой скоростью теперь выходят негативные новости в средствах массовой информации. Настроение инвесторов на глобальных рынках на краткосрочных перспективах остается крайне негативным, а ситуация остается крайне неопределенной, что тоже является нехорошим знаком. При этом мы не можем исключать того, что и другие страны могут зарегистрировать куда большее количество зараженных, так же, как и Италия. Поэтому очевидно, что волатильность на рынках останется такой же высокой. Причем такая волатильность будет и на итальянском фондовом рынке, и на итальянском рынке правительственных облигаций. Однако мы должны помнить о том, что решительная адаптивная денежная политика Евроцентробанка, а также тот факт, что поиск инвесторами доходности в мире отрицательных ставок, особенно в еврозоне, может стать серьезным препятствием для восстановления на долгосрочной перспективе. Даже рынок криптовалюты не остался в стороне, и закрытие гэпа на 8,5 тысяч долларов снова дает надежды. Единственным позитивным сигналом откликается золото, которое хоть и просило, но совсем не на много, и уже подает признаки восстановления. Вообще, с начала февраля золото уже неплохо выросло. Более того, я ожидаю, что цены на золото будут продолжать расти. Золото остается безопасной гаванью для пережидания любого шторма уже многие тысячи лет. Главный вопрос, который сейчас задают, а является ли это падение хорошей возможностью купить? Или все-таки это нужно рассматривать как начало медвежьего рынка и причину бояться рынков и держаться от них подальше? Интересно отметить, что каждый раз, когда рынки падают, различные медиаресурсы обязательно должны размещать окошко с Доу Джонсом и нарисовать там красные циферки, а потом сказать, ой, рынки падают, все пропало. Каждый раз, когда рынки падают, медиаресурсы считают своей обязанностью раздувать этот огонь. Как мы уже говорили, американские, итальянские, японские, китайские рынки упали. Также и немецкий рынок провалился, и очень серьезно, теперь он ниже 200-дневной скользящей. Это давление продавцов на фондовых рынках сказалось и на биткоине. Как мы видим, он не сумел пробить важную линию тренда и уже ушел ниже 9 тысяч прямо на моих глазах, пока я писал сценарий. Вернемся на фондовый рынок. Причиной такого падения рынков средства массовой информации называют коронавирус. И хотя я описывал то, как вспышка коронавируса может повлиять на экономику Италии, и как неопределенность инвесторов может повлиять на рынки, и как работает поведенческая экономика, я скажу вам твердо и уверенно, все, кто говорит, что коронавирус повлиял на это падение рынков, не понимают, о чем говорят. И сейчас я назову главную причину падения. Вот что происходит, когда рынок долгое время находится в бычьем ралли, как, например, Доу Джонс. Вы видите, что он рос и рос. Что же происходит на таком рынке? Многие трейдеры начинают брать долг. Они используют маржу и кредитные плечи для торговли. Поэтому каждый раз, когда вы видите такие резкие взрывы цены, знайте, что на рынке в это время появляется множество людей, которые продолжают закупаться в погоне за ралли. А дальше происходит следующее. Когда такие люди и в таком количестве берут чрезмерные долги, а затем рынок немного просаживается, все они получают так называемый маржин колл. А когда они получают маржин колл, они обязаны продавать. Это принудительное завершение сделки брокерам. Выбора просто нет. И когда они начинают продавать, это вызывает еще больше продаж. Слетают стопы, и это приводит к еще большему давлению продавцов. И так далее. Вот это и есть реальная причина, почему рынки обрушились. А вся эта чушь с телеканалов вообще не имеет никакой связи с реальностью. Интересная ситуация и на графике NASDAQ, где цена коснулась 21-дневной скользящей и оттолкнулась. Я думаю, эти провалы на рынках фондовых и криптовалютных большая возможность купить. Причем возможность действительно феноменальная. Купить все на 2000 пунктов ниже? Вау. Однако, не прямо сейчас. Сейчас нужно ждать сигнала разворота. Его-то я и жду, прежде чем купить биткоин. Большая ошибка, которую вы сейчас можете сделать, это попытаться словить падающий нож, или же найти дно. Нет, это слишком опасно. Мы должны терпеливо ждать разворотного сигнала. Но я думаю, что на протяжении следующих нескольких дней он будет. И мы увидим отскок фондовых рынков и крипторынка заодно. Другой вопрос, каким этот отскок будет? Будет ли это разворот или временный отскок? Средства массовой информации не скажут то, что сейчас скажу я. Каждый раз, когда цена актива уходит слишком далеко от своих средних скользящих, особенно от 200-дневной скользящей, она обязательно разворачивается обратно в диапазон средних скользящих. Это происходит и на Dow Jones, и на немецком фондовом рынке, и на японском, и даже на биткоине. Поэтому будьте очень аккуратными и попытайтесь не дать средствам массовой информации запудрить себе мозги и начать покупать и продавать, основываясь на той атмосфере, которую они вам диктуют. И хотя большинству людей нужна сложная история, я в этом не раз убеждался о том, почему то или иное случилось на рынке, на самом деле объяснение всегда проще. Новостные ресурсы сейчас говорят, что мы уже в медвежьем рынке. Это абсолютно не так. То, что цены упали ниже 200-дневных скользящих, совсем не означает медвежий рынок. Медвежий рынок на фондовом рынке – это падение больше, чем на 16% от предыдущего пика, основываясь на теории Dow. Сейчас это падение составляет 7-8%. Никакими 16% даже не пахнет. Поэтому если кто-то вам скажет, что мы находимся на медвежьем рынке, даже не слушайте. Я считаю, это большая феноменальная возможность купить подешевле. Как на фондовом рынке, так и на криптовалютном. А на этом у меня все. Попрошу у вас поддержки. Давайте наберем 3000 лайков на этом видео. Я ведь старался. Спасибо большое. А меня зовут Богатейший Ди. Подписывайтесь на канал. Делитесь видео с друзьями. Комментируйте. Обязательно богатейте. До скорого. Субтитры подогнал «Симон»!